Чуть больше ста лет назад человек впервые пришел в Арктику. Вскоре люди уже осваивали Северный морской путь, открывали метеорологические станции и налаживали промыслы. Сейчас нам кажется, что о ледяной шапке Земли мы знаем все. Но это не так. Прежде чем человек нашел общий язык с Арктикой, она не раз демонстрировала ему свой суровый характер. Итак, в 19-м году в Арктику уходят три экспедиции. Владимира Русанова, Георгия Седова и Георгия Брусилова. К сожалению, все эти три экспедиции с точки зрения достижения цели оказались неудачными. И не более того, они оказались трагичными. Но тем не менее нельзя сказать, что эти экспедиции просто ничего не дали для России и для российской науки. Я хотел бы здесь вспомнить высказывание нашего великого соотечественника, адмирала Степана Оща Макарова. Он сказал, что все полярные экспедиции с точки зрения достижения цели были неудачными. Но если мы что-то знаем об Арктике, то только благодаря этим неудачным экспедициям. К 1910 году официально Северный полюс был уже покорен американцами Фредериком Куком и Робертом Пири. Однако миру мало что было известно об этом регионе. Поэтому вслед за первооткрывателями на север потянулись смельчаки, которые решили поставить Арктику на службу человеку, изучить земли и их ресурсы, проложить экономически выгодные морские пути. И одной из самых ярких экспедиций стал поход под руководством Владимира Русанова. Судьба Русанова была полна парадоксов. В детстве его отчислили из гимназии, а потом из реального училища. Зато позже он закончил духовную семинарию, а потом стал активным членом социал-демократического кружка. Затем ссылка, эмиграция и снова крутой поворот. В возрасте 32 лет он решает стать геологом и поступает в Сорбонтский университет. Владимир Русанов был личностью, конечно, уникальной. И интерес к Арктике у него был не случайен, потому что Арктика занимала умы в тот период у многих выдающихся и ученых, и исследователей. И поэтому и он занялся этой проблематикой, и участвовал и в иностранных экспедициях на Новую Землю, потом организовал свои экспедиции на Новую Землю, и его исследования именно по архипелагу «Новая Земля» стали хорошо известны. Интерес к Новой Земле у Русанова появился еще в годы обучения в Сорбонне, а потом он выбрал ее в качестве темы для своей докторской диссертации. В Сорбонне такой шаг не поняли, зато в России оценили сполна. Дело в том, что в то время на Новой Земле селились норвежцы, хотя официально она не была признана норвежской территорией. Поэтому архангельские власти всячески поддерживали идеи Русанова по работам на Новой Земле. Однако это было только начало. Изучение направлений ветра и состояния вод вокруг Новой Земли привели Русанова к уникальной идее. Он предлагает огибать новую Землю как можно севернее, так как там воды меньше загромождены льдами. И это, по мнению Русанова, станет началом северного пути на восток. Идея северного морского пути витала в воздухе уже не первый год, но в ее реализацию мало кто верил. Поэтому, когда Русанов заявил, что хочет пройти этот путь, его проект власти не поддержали. Однако к этому времени Русанов слыл уже опытным северным исследователем. Поэтому в 1912 году он получает очередное задание от Министерства внутренних дел. Отправиться на Шпицберген и застолбить за Россией месторождение каменного угля. Была такая задача у России, это продолжить исследование на Шпицбергене. То есть, грубо говоря, там столбили, искали места, где имеются различные природные запасы, природные, но имеется в виду угля и так далее, надо было застолбить. То он вот этой экспедиции была посвящена вот этим вот задачам. Но он уже заранее знал, что пойдет и дальше. То есть, экспедиция для государства, для пресса изначально значилась как экспедиция по проведению исследований на Шпицбергене. Но он хотел пройти знаменитым северо-восточным проходом, то есть с запада на восток. О тайном плане Русанова никто не знал. Хотя подготовка экспедиции опытному полярнику могла сказать о многом. Поход на Шпицберген рассчитан на три месяца, а на борту продовольствие на полтора года. Идут столбить каменноугольные месторождения, а на борту полярное снаряжение. Да и к выбору шхуны и подбору команды Русанов подошел очень внимательно. Он был, конечно, уверен и в самом судне «Геркулес», и в молодом капитане Александре Кучино, знаменитом сыном Помора. Сам он Помор, окончил он училище Кучино Архангельское. Хорошо был известен он и в Норвегии. Его знал и знаменитый норвежский ученый Фритьев Нансен, который рекомендовал его в экспедицию Амуцена, и Амуцен взял его в экспедицию. Он был единственный иностранный участник этой норвежской экспедиции. То есть человек был с именем. 9 июля 1912 года «Геркулес» Русанова вышел из Александровска и взял курс на Шпицберген. Два с половиной месяца Русанов работал на Шпицбергене. Выставил там 28 заявок на угольные месторождения. А потом на попутном норвежском судне отправил домой нескольких членов экипажа, а сам снялся с якоря. В этот момент он решил все-таки открыть свою тайну и сообщил свои намерения на Большую Землю. Экспедиция Русанова оставила в телеграмму в поселке в Маточкином шаре, о том, что он идет далее на восток. И далее, указав тот маршрут, по которому он направится в этом настойчном направлении, он обогнул северную часть новой земли. К сожалению, план Русанова оказался неудачным. Шхуна была затерта льдами, и о дальнейшей судьбе экспедиции ничего не известно. Российские историки Арктики не раз предпринимали попытки найти следы пропавшей экспедиции Русанова. Только в 1934 году на небольших островках, которые мы исследовали, это остров Попово-Чухчина и Геркулес, нашими советскими гидрографами были найдены вещи этой экспедиции. Среди артефактов были обнаружены статьи Русанова, вещи участников экспедиции и даже некий памятный знак. Деревянный столб с надписью «Геркулес-1913». Позже этот столб был доставлен в Петербург для исследований, и криминалисты установили, что надпись эта была сделана в хороших условиях, то есть не на том острове, где он был найден. Уже в наши дни полярники много раз возвращались на те острова, чтобы найти разгадку пропавшей экспедиции Русанова. Когда мы там были, мы посмотрели, там неподалеку хорошая такая, ну не очень хорошая она открытая, бухта, но вот мы историко-географические эксперименты проводим в Арктике и знаем, как говорится, на собственных плечах, на собственной шкуре, что судно там лучше всего было прятать, если она была где-то близко затерта льдами. Видимо, и остатки судна надо искать около острова Геркулеса. Видимо, они пошли дальше на юго-восток и выходили к западному Таймыру, где хотели пройти еще южнее и на Таймыре найти людей, потому что там и кочевали местные народы, оленеводы, и охотники оставались на зимовьях, иногда зимовать. Поэтому они вот шли в этот район. Ну, как известно, все погибли, то есть никого в живых не осталось. Арктика неохотно раскрывает свои секреты. И примеров тому масса. Экспедиция Георгия Седова – еще один поход, с которым связано больше тайн, чем разгадок. Георгий Седов был опытным моряком. У него за плечами был не один поход в Баренцево и Карское моря. Для него все изменилось в один момент, когда он узнал, что американцы готовят новый поход на Северный полюс. Дело в том, что незадолго до этого в мировом сообществе разгорелся скандал. Пири и Кук никак не могли решить, кто же из них первым побывал на Северном полюсе. Вопрос покорения полюса неожиданно вновь оказался открытым. И вот тут Седов решил первым водрузить русский флаг на полюс. По плану Седова его судно должно было выйти из Архангельска, доставить полярников на землю Франца Иосифа и вернуться в Архангельск. А полярники на собаках должны отправиться дальше к полюсу. Им предстояло пройти почти тысячу километров по ледяной пустыне. В главном гидрографическом управлении идею Седова не поддержали. Поэтому экспедицию пришлось снаряжать на частные пожертвования. Чем все это обернулось, ярко описано в популярном романе советских времен «Два капитана». В романе моего литературного наставника Вениамина Александровича Каверина, с которым я и общался, и он был действительно моим литературным наставником, под основу вот того, что происходило с героями этой пропавшей экспедиции, там это действительно и факты о том, что поставили плохое, неплохое, а просто и негодящееся для употребления питание, и собак плохих поставили, все это было. Проблемы были не только с собаками и с продовольствием. Собранных денег хватило лишь на закупку старой шхуны, святой Фока, которой к тому времени было уже 42 года. Времени на ремонт почти не было. А перед самым выходом выяснилось, что шхуна перегружена, и за борт полетели радиостанция, часть продовольствия, топливо и даже питьевой воды. И все же, несмотря ни на что, Седов смог собрать вокруг себя группу единомышленников, которые также беззаветно верили в то, что им удастся водрузить российский флаг на Северном полюсе, и готовы были идти на любые трудности. И Седов, и Пенегин, и там же молодой Визы был, будучи известнейший наш исследователь Арктики, историк освоения Арктики, и Пенегин, исследователь, они все относились вообще к этой экспедиции положительно. В последних числах августа 1912 года святой Фоков все-таки вышел из Архангельска и взял курс к берегам Новой Земли. Это было слишком поздно по меркам короткого северного лета, и Север сразу стал вносить свои коррективы в планы Седова. Но в тот год, как мы знаем, погода была, погодные условия были таковы, что ветры и зима перед этим, они заранее предопределили то, что Карское море будет забито льдами, и поэтому и даже сюда в Баренцево море вышли эти языки, и поэтому Седову пришлось зимовать на севере Новой Земли. К зимовке экспедиция была совершенно не готова. За бортом температура воздуха минус 30-40 градусов, а теплой одежды мало. Запасы угли мизерные, чувствуется нехватка продовольствия. В 1913 году святой Фока освободился из ледового плена, оторвался от берега Новой Земли и взял курс на юг земли Франца Иосифа. Но там у острова Гукера снова попал в ледовый плен. Вторая зимовка обернулась настоящим кошмаром. Топливо закончилось, поэтому жгли обшивку шхуны. Почти весь экипаж переболел цингой, включая самого Седова. И все-таки через полгода, 15 февраля 1914-го, он вместе с матросами Александром Пустошиным и Григорием Линником на собачьих упряжках отправился на полюс. Это было чистым безумием. Они очень рассчитывали на склад на острове Рудольфа. До этого же зимовали экспедиция. Зимовала, во-первых, герцога Абруцкого, во-вторых, часть продовольствия осталась. Ну и огромные запасы были там экспедиции, американские экспедиции Фиола 1903-1905 годов, которые действительно там оставили не только пианино, но и большие запасы продовольствия. И они туда и стремились. И сам Седов думал, что он там передохнет, так сказать. Они попитаются продуктами дополнительными, для собак подберут еще продукты. И был большой расчет, но он умер, как мы знаем, не дойдя до Рудольфа. Седову не удалось осуществить свою мечту – установить российский флаг на Северном полюсе. Двое матросов, сопровождавших его в этом походе, вернулись на Шхону. Они рассказали, где захоронили Седова, но его могила до сих пор не найдена. Современные ученые считают, что его тело было разорвано собаками, поэтому установить точное место гибели Седова не представляется возможным. Возвращаясь на Большую Землю, Святой Фоков вынужден был зайти на мыс Флора, земли Франца Иосифа, где команда надеялась найти запасы спасительного топлива. И тут кто-то заметил на берегу двух человек. Это были два участника еще одной полярной экспедиции, под руководством Георгия Брусилова. Так в ледяной стране пересеклись пути двух экспедиций 12-го года. Георгий Брусилов, как и Седов, был морским офицером, участвовал в русско-японской войне, а затем в научных экспедициях на севере. Тогда у него и возникла идея пройти северным морским путем во Владивосток. Идея по тем временам безумная, но экономически привлекательная. Деньги на экспедицию Брусилов искал везде, а нашел у жены своего дяди. Правда, она их не подарила родственнику, а решила вложить в дело – промысел моржей. Так поход Брусилова превратился в первый выход полярников в северные широты с коммерческим предприятием. Однако денег хватило лишь на покупку судна, которое назвали «Святая Анна». Чтобы раздобыть средства на снаряжение экспедиции, Брусилов решил совершить на Святой Анне туристический переход из Петербурга в Мурманск, обогнуть Скандинавию. Но это не принесло ожидаемой прибыли. И все-таки подготовка экспедиции продолжалась. Может возникнуть вопрос по качеству провизий и их приспособленности для использования в суровых арктических условиях. Ну, там многие критикуют того, что вот там был непродуман ассортимент этих взятых запасов для питания экспедиции. Ну, там действительно было много конфет, сладостей разных и тому подобное. Но в то же время они, как промысловая шхуна, которая все-таки по мере своего продвижения на восток собирались, так сказать, промышлять морского зверя и питаться этим мясом добытым. Запасы брались в расчете на 30 человек на полтора года. А как известно, в плавание вышло 24 человека. Поэтому говорить, что слишком опрометчиво поступил Брусилов, так сказать, взяв, так сказать, не ту, не те нормы, так сказать, запасов на такую, на арктическую экспедицию, на мой взгляд, не совсем справедливо. Перед началом похода возникли трудности с командой. Некоторые члены экипажа отказались идти в экспедицию. Пришлось в спешке набирать новых, иногда случайных людей. Так в роли врача оказалась 22-летняя Ерминия Жданко, которая была участницей плавания вокруг Скандинавии и сама вызвалась помочь Брусилову. Семьи Брусиловых и Жданко дружили очень давно. Кстати, и Ерминия Жданко была хорошей приятельницей сестры, так сказать, Брусилова, у нее была старшая сестра. Вот. И в это время, когда Святая Анна в июле собиралась уходить в плавание, Жданко в воле и случая просто оказалась в Петербурге. Естественно, она посетила семью Брусиловых, и здесь она узнает, что Георгий Львович Брусилов на купленной шхуне собирается совершить вот такой, так сказать, поход. Несмотря на все трудности, Святая Анна все-таки вышла в поход, как и планировал Брусилов, в августе 1912 года. А в конце октября уже попала в дрейф у берегов Ямала. Их потащила на север. Через год их вынесло севернее новой земли. А еще через полгода шхуна оказалась уже севернее земли Франца Иосифа. К этому времени Брусилов осознал масштабы случившейся катастрофы. Продовольствие подходило к концу. Промысел продолжать было невозможно. Почти всю команду, в том числе Брусилова, сразил странный недуг. Брусилов заболел очень тяжело, и практически всю зиму до апреля месяца он лежал в каюте. И обязанности командира, капитана шхуны, так сказать, командира экспедиции, выполнял Альбанов, потому что он практически не мог двигаться. Он бредил, впадал в забытье. И вообще очень-очень тяжело переносил эту болезнь. Уже в наши дни исследователи установили, что команду поразил трихинеллез. Он мог быть вызван потреблением недостаточно проваренного мяса белого медведя. Спасла моряков Ерминия Жданко, которая выходила всех членов команды, в том числе Брусилова. Однако болезнь стала последней точкой расколовший экипаж. Штурман Альбанов решил уйти с судна, дойти до земли Франца Иосифа. Оттуда было легче добраться до Большой Земли. Эту идею поддержали еще 13 матросов. Два месяца они готовились к походу. Строили каяки, нарты. Из бутылок темного стекла делали самодельные очки от Солнца. По расчетам Альбанова, им предстояло пройти 160 километров до земли Франца Иосифа. Однако в пути выяснилось, что вместе со льдом их уносят в сторону. Это было еще неизвестное в те годы восточно-шпицбергенское течение. В результате вместо 160 они прошли 400 километров по ледяной пустыне. Шли два месяца и, наконец, вышли на мыс Флора. Но к этому времени их осталось лишь двое. Штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад. Это, конечно, сам по себе, это беспримерный поход в истории арктических исследований. Он, по мнению многих, кто, так сказать, занимается и занимался историей этого, лежит, так сказать, на одном уровне с походами Нансона и других полярных исследователей. На мысе Флора Альбанов и Конрад нашли домики, оставленные экспедицией Джексона. Запасы продовольствия, топлива. И вскоре увидели входящего в бухту Святого Фоку. Экспедицию Седова, возвращавшуюся домой уже без своего руководителя. В наши дни полярники много раз ходили с поисковыми экспедициями по следам похода Альбанова, чтобы найти следы пропавших матросов. Но удача улыбнулась лишь в 2010 году экспедиции клуба «Живая природа». Были найдены останки человеческие, были найдены другие артефакты, например, нож, были найдены часы с гравировкой ПС. Ну, как и все знали, что эти часы, и Альбанов это пишет в своем дневнике, они принадлежали Павлу Смиренникову, одному из членов вот этой группы. Это, конечно, первое, буквально по прошествии 100 лет, хоть какие-то следы, которым благодаря... об этой экспедиции, бесследно исчезнувшей на Асшхуне Святая Анна. Дело в том, что группа Альбанова в какой-то момент разделилась. Одни пошли на каяках по воде, другие пешком по льду. Именно их вещи удалось обнаружить в 2010 году. На следующий год была организована повторная экспедиция в тот же район, но больше существенных находок не было. Однако полярникам удалось сделать немаловажный вывод. Шансов спастись у этой группы было очень мало, поскольку когда они обследовали все эти ледники и прочее, через которые приходилось идти этой группе, можно было сделать вывод, что провалиться там в громадные пропасти ледяные, эти каньоны и прочее, очень было очень просто. И вот каким образом на мысе Ниль они нашли вот эти останки, и кто туда дошел, и группа в каком составе, к сожалению, так до сих пор не удалось установить. Несмотря ни на что, экспедиция Брусилова и уникальный переход Альбанова дали немало для российских арктических исследований. Благодаря экспедиции Брусилова и благодаря тем данным, выпискам из судового журнала, которые содержали, так сказать, все данные по замерам, которые проводились в период ледового дрейфа, удалось составить карту арктических течений, удалось стереть с карт несуществующие земли Остермана и короля Оскара, которые в то время были нанесены на карту. Было предсказано существование, а потом и открыт профессором Виза, так сказать, остров, названный его именем Остров Виза. Не меньший вклад в историю освоения Арктики сделали единомышленники Брусилова Седов и Русанов. Благодаря их работе были освоены месторождения угля, которые до сих пор действуют. Началась работа по освоению Северного морского пути. Было положено начало широкому промыслу. Все три экспедиции доставили на Большую Землю многочисленные палеонтологические, зоологические, ботанические коллекции, а также результаты океанографических, геологических и метеорологических наблюдений. И не менее важно, что результаты тех экспедиций значительно изменили представление современников об Арктике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова